Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Совсем недавно заметил, что на протяжении всей своей жизни я в сечке стараюсь быть не так, не как все, не совсем. Точнее могу себе это позволить, но источником желания и предложения должен быть я сам, а не кто-то другой. Каковы могут быть причины такого психконструкта? Это гордыня, отрицание собственной ценности или же природная предположенность на уровне интерамента. Я думаю, что да, это отрицание собственной ценности, а точнее страх быть собой и некое такое, можно сказать, некое такое предположение о том, что вот тот я, который, ну, который настоящий, да, вот тот я, который, ну, вот, который, которым я являюсь, тот я, вот, он, этот я, какой-то ущерб. А его обязательно, отвергнутся, его обязательно не поймут. Вот, как бы, ну, вот в данном случае вы примерно такой, такую мысль, такой мотив примерно, на мой взгляд, вы, ну, транслируете, скажем так, себе. Дело в том, дело в том, что быть не как все, действительно, задача не из легких. И человеку, когда он не такой, как все, в этом смысле желательно быть свободным. То есть, требования к его свободе, они выше. Это не какие-то такие, знаете, мифические требования по типу того, что ты должен. А, нет, здесь требования немножечко другого плана, здесь требования именно связаны с тем, что если человек не свободен в своем желании быть как все, да, вот, то у него просто очень быстро могут закончиться ресурсы. Любые ресурсы для того, чтобы как-то продолжать свою деятельность, для того, чтобы как-то нормально, комфортно существовать. Вы описываете, по крайней мере, из того, что я вижу, вы описываете некую такую подростковую тенденцию к бунту. То есть, вы бунтуете, вот, это не хорошо, не плохо, этот процесс необходим, вот, другое дело, что вы чувствуете, что, если я, опять же, правильно вас понял, не являетесь собой в этом. Иными словами, вы чувствуете, что что-то из, допустим, того, что вам предлагают внешний мир, что-то из того, что вам предлагают другие люди, вам, вероятно, хочется принять. Ну, вот, ваша такая позиция достаточно жесткая, достаточно ригидная, да, не позволяет вам это сделать. То есть, вы хотите что-то принять, вам что-то нравится. И, на мой взгляд, в этом опыте, в опыте, когда вам нравится что-то из того, что вам предлагают внешний мир, вы здесь проскакиваете свой собственный опыт. Понимаете, ведь какая штука, человеку он и не может быть, одновременно он не может быть, как все, и одновременно он не может быть и не как все. Потому что то, с чем человек сталкивается, он в результате столкновения с этим получает опыт. Этот опыт индивидуальный у всех. Даже если люди сталкиваются с одним и тем же, допустим, одна и та же задача, да, сходить в магазин, купить молока, купить молока. То это действие 10 человек совершив, получит совершенно разный опыт. Совершенно разный опыт. Совершенно разные переживания будут у людей с этим связаны. Поэтому человек опрещен на то, чтобы и не быть как все, и в то же время быть как все. Невозможно быть не как все полностью, и невозможно быть как все полностью. Потому что всегда что-то, что-то нравится. И выбор и сложность, в общем-то, некоторая дилемма заключается в том, прислушиваться ли мне к тому, что мне нравится или нет, нет, или не делать о том. Вы, стараясь быть не как все, не прислушивайтесь к себе. Что вас мотивирует это делать, нужно выяснять, но именно с этим связан ваш вопрос. Иными словами, вы не делаете выбор быть не как все. Вы должны быть не как все. В своем долге быть не как все, вы, в общем-то, ничего не выигрываете. Вы ничего не получаете от этого. Вы так же несчастны, как если бы вы были, как все, по долгу, по долгу, долг, от слова долг, не долго, а по долгу. Вот. Так это и происходит. Вот, собственно, какая штука. Довольно показательный момент, как мне... Как мне кажется, довольно показательным моментом является то, что вы хотите, то, что вы пытаетесь, да, это объяснить. То есть, вот, это такой довольно, как мне кажется, ну, показательный момент, там, ну, что, ну, вот, в чем данном, в чем данном случае здесь существует. То есть, вы пытаетесь это, по большому счету, эм, рационализировать, вот. То есть, вы стараетесь рационализировать, вы стараетесь объяснить то, что с вами происходит. Вот. Эм, пытаетесь найти объяснение, вы говорите, это гордыня, да, или там, эм, отрицание собственной ценности, или что-то еще. Так вот, эм, на мой взгляд, объяснение никогда ничего не дает, человеку. Эм, потому что объяснение опирается, опираются, объяснение опирается на, в общем, в общем-то, ну, конструктор. Эм, вот, эм, вот, ну, такие же конструкторы. И человек от них получает, в общем и целом, ну, ничего. Ничего человек от объяснения не получает, кроме потребностей в новых объяснений. Почему? Эм, потому что парадокс заключается в следующем. Эм, стараясь объяснить эм, какой-то феномен. Мы отдаляемся от целостного восприятия этого феномена, этого феномена. В данном случае вы пытаетесь показать ваш конфликт, вы пытаетесь показать вашу проблему, вы пытаетесь предать вашей проблеме, вашей трудности определенную форму. Вас можно понять, что вы так делаете. Но от этого вы к сожалению не выигрываете ничего. Вот. Потому что играете в контексте здесь вы. Ну, ну, по большому, по, 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 по большому, по большому счету. Вот. Вот. И все. И, соответственно, проигрывает. Поэтому, эм, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, вам нужно, э, значит, ну, потихонечку отходить от, эм, ну, такой, эм, тенденции, э, ну, стараться, э, э, значит, эм, все объяснять, вот, обходить об этом, если вам необходимо, и больше как-то вот, ну, прислушиваться, да, к своим эмоциям, к своим чувствам, не объясняя их, но выражая, и получая опыт, что с другими словами, ну, допустим, вы, ну, привыкли, да, вот, допустим, вы привыкли к тому, что вы не такой, как все. Вы можете прислушиваться к себе и сказать, окей, сейчас я вот не хочу, ну, сейчас я хочу или не хочу, ну, чего-то, чего-то, да, что мне, ну, предлагается. Людьми. Сейчас я этого не хочу. А чего я не хочу, например? Вот, чего конкретно я не хочу, например? Вот, или другой момент, чего конкретно я хочу, тоже. Вполне такой, как мне кажется, правомерный вопрос, который вы можете себе задавать. Вот, у вас получается, я бы сказал, слишком глобально, слишком критично, слишком всеобъемнейшее, это сложно, сложно. Сложно так обходиться со своими чувствами. Сложно, очень сложно. Собственно, у вас и не получается это сделать. По этой причине. Вы берете слишком, вот, по, ну, по нарастающим. Вы берете слишком глобал, вот, а это так не работало. К сожалению. Вот. Понимаете, да? Я надеюсь. Вот, как-то так хотелось бы ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Суть. Хорошая новость заключается в том, что мы психологи, вот, не занимаемся тем, что рассказываем, вот, что у тебя, что у тебя, а что у тебя. Этим мы не занимаемся. Мы занимаемся тем, что помогаем человеку разобраться в себе. Разобраться в себе, это отнюдь не значит, что мы вешаем на человека ярлыки. Именно это вы пытаетесь сами с собой сделать. Вы пытаетесь, по факту, повесить на себя ярлык. Вот. Этим мы не занимаемся. Мы не вешаем на ярлыки. Мы помогаем человеку увидеть то, что с ним происходит. И все. Не более, не больше, не меньше. Я думаю, что если вас, скажем так, устраивает такой вот подход, вот, то вы можете совершенно спокойно выбрать себе психолога на нашем сайте и начать с ним работать над твоей проблемой, чтобы увидеть, от чего же вы хотите, чтобы научиться замечать то, чего вы хотите, по большому счёту. И в этом смысле, тогда у вас всё будет хорошо. Вот. А на этом всё. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok